Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет Вот, мы забежали в какой-то лес непонятный Здесь лесопилка есть, нам нужно добраться до бензоколонки, чтобы узнать, где же наша жена и спасти ее Кто помнит, что жену мы оставили-то лежать на дне реки Поэтому будем надеяться, что она, в принципе, там не захлебнулась, что она, может быть, умеет задерживать дыхание Менять свечи зажигания в автомобиле не так уж просто, как может показаться Это требует терпения и может быть опасно Так, как вы можете сказать, это может быть тренинг Короче, это тот самый чувак, этот... Как его там зовут, уже не помню Карл Расти или что-то такое Он пытается нас убить Патроны для револьвера мы набрали, да? Здесь чего? Литийовые батарейки, у нас уже полный комплект Я, знаете, что подумал, что в прошлых сериях мы же батарейки на полную расходовали То есть мы постоянно их, получается, могли менять Не экономить Так, что у нас тут? Я очень надеюсь, что наша жена реально умеет задерживать дыхание больше, чем на два часа Потому что мы уже реально тут сколько бегаем-то Хотя вот не знаю, могут ли те, кто боятся темноты Она же боится у нас темноты Находиться долго под водой Конечно, если она занималась дайвингом когда-то в прошлой жизни Или там, будучи еще школьницей, студенткой Или кем она там была раньше Вот, если она занималась дайвингом То, возможно, она училась задерживать дыхание Но сейчас-то она без акваланга, да? Боже, я даже не знаю, занималась ли моя жена раньше дайвингом, подводным нырянием Он просто образцовый муж Муж года, блядь Уже должен был давным-давно спасти Но нет Я хожу себе по лесопилке, смотрю, как тут пеляют деревья Мне вообще побарабануть все, да? Опа Вот он, тот чувак И... Его охрана Даже когда кожух открыт, двигатель остывает часами Ух ты, ни хрена себе остывает Уронить инструмент, проплодающий двигатель, проще простого А последствия могут быть фатальными Пересчитайте инструмент до и после работы Ух ты, ёпта Меня в угол зажали Не-не-не, так дело не пойдет Короче, меня зажали в угол и замочили Не спас я жену, да? Все Захлебнулась Хотя, может, она уже захлебнулась А я тут бегаю, пытаюсь что-то там Все, ладно, погнали Батареек не жалеем Потому что я там чуть оговорился Я в тех сериях жалел батарейки Я постоянно Пытался их держать в В таком же количестве То есть в 20 штуках Экономил заряд Где они, где они, сволочи? Вот Тихо, тихо, тихо Подцвети, подцвети Подцвети, подцвети, суху Ставь батарейку Давай, давай, давай Так, молодец Еще вот этого подцвети Ни хера себе у него серб А где же молот? Сколько их там? Их многовато Вам так не кажется? Батарейку меняем Воу 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 Тихо-тихо Аллан Аллан Почему же ты не бежишь от них? Воу Ни херна себе Тихо-тихо Вот еще один Здесь Оп Охренеть У него У него Огромный опасный серб Да что такое? Так Тактика будет следующая Мы, наверное, будем бегать сейчас по всей карте, да? Что-то я как-то сегодня не готов Немного Даже не то, что немного Даже много Это жесть какая-то Требует терпения Это все мы уже слышали Я знаю, что ты требуешь терпения Давайте, давайте, показывайтесь Уроды Так Это наш Карл этот Давай, давай Подходите Ребята, подходите По одному не спеша А у этого что? У этого какой-то секатор На Вот ублюдок, а Тихо-тихо Так Хорошо Свети-свети Свети-свети этих ублюдков Тихо Тут еще один появился Свети-свети Офигеть Они перемещаются Они телепортируются Это какие-то странные Это быстрые какие-то Смотри-смотри Ни хрена себе Смотри-смотри Тихо Тихо Вот ублюдок Это жесть какая-то Чертова лесопилка Где он? Это уже какие-то призраки Воу Мать вашу Давай-давай Алан, беги А куда ты бежать-то? Я не знаю Куда бежать? Тут бежать некуда От таких уродов Тихо-тихо Его надо куда-то к свету Приманить Я пока не Не врубон Куда? Но куда-то надо Так Патроны дерева Вера Тихо Оу Ну ни хренаж себе Какой быстрый Может надо ему дать к себе приблизиться А потом только Его светить Подсвечивать Тут явно Какая-то тактика Нужна Я не пойму Какая Может тут Ну-ну-ну Сука Воу Все Получи Ай Это же этот самый Это же тот Чувак Самый главный Наш домовладелец Который совсем не домовладелец Потому что нам же не он подал Этот Дом А бабуля Достижение открыли Какое-то Скандинавская ходьба Тело Стаки А Стаки Исчезло Оставив позади себя Лишь кошмары На всю жизнь Это если я доберусь До освещенной бензоколонки Живым Вот хороший вопрос Доберусь ли я До бензоколонки Живым Потому что могу и не добраться Но Карла Стаки Уже больше нет Но это реально странно Был такой нормальный Себе Спокойный мужичок Да Там Гадил себе В туалете Видимо съел Что-то не свежее Потому что в этом Как это называется Кородок Блин я уже и забыл Фолс Что-то такое Что фолс Брайт фолс Во Потому что в этом Брайт фолс Вряд ли подают свежую еду Свежее пиво И вообще Тут ничего свежего нет Тут даже Видно какие-то Зомби И те последней давности Открыть Что открыть Что тут Использовать Использую Так Тихонько Решетка открывается Здесь больше Я ничего не найду уже Все Жены моей здесь нет Ну конечно Здесь же нет ни озер Ни воды Где она там Благополучно плавает Сейчас Томится В ожидании Спасителя Или не томится Не знаю вообще А стоит ли уже Ее спасать Я думаю уже как бы Время то вышло Но мы же хороший муж Мы должны Мы обязаны Поэтому пойдем До конца Хотя бы узнаем Что там случилось И почему все это происходит Вот она Вот она Наша бензоколонка С оленем У них же ж А да У них же ж был День оленя И они как бы там Пытались это как-то отмечать Я правда не понимаю Почему они отмечают Это на бензоколонке Может у них Типа точка такая Где можно Я узнал карнавальную колесницу Я видел ее в Брайтфолд Когда мы впервые Приехали туда Сэйлис Карнавальная колесница Зачем они ее тут Поставили Интересно Что им от нее Интересно Какой толк А я не знаю В любом случае Мы можем за нее Запрыгнуть И поехать Распасать жену После того безумия Которое я испытывал В темноте Огни бензоколонки Успокаивали Пусть на миг Но нормальный мир Снова заявил о себе Вот что я С ним соглашусь Это то что здесь Реально светлее Чем Было Все это время Потому что Ну как бы я уже Немножко Подзадолбался С этой темнотой Здесь хотя бы Под этими фонариками Я в безопасности Потому что ну Они же эти Темные люди Света боятся Они на свету Уязвимы Давайте будем Называть их темные Опа листик А я хочу в туалет Как раз По-моему вот это Или вот это Нет По-моему вот это Дом на озере Колдрон Переспросила она Шериф смотрела на меня С подозрением В окна участка Лился утренний свет Я наверное Ни за что бы не выбрался Из леса живым Без помощи шерифа Однако я не мог Сказать ей правду о том Что с чем столкнулся Прошлой ночью Она решит что я лжец Или сумасшедший И посадит меня в гутузку Или поможет мне найти Элис Нет Я это считал Точно Прибытие Барри читали По-моему Одержимый Стаки Мне Да Ну конечно Здесь же знак вопроса Не прочитано Точно Стаки плюнул на пол И попытался Вытряхнуть паутину Из волос Бара так и не объявилась Чтобы забрать ключи И с тех пор Началась какая-то муть Странное чувство Завладело его вниманием Стаки посмотрел вверх И застыл Его мозг напрасно Пытался осознать Открывшийся ужас Он отшатнулся Уронил жестянку с маслом И черная лужа Разлилась по полу Стаки пытался сопротивляться Но быстро сдался Давящая темнота Поглотила его Вот видите Все-таки я был прав Стаки все-таки был Нормальным мужиком Но его тьма поглотила Мы приехали за две недели До дня оленя Если отсчет дней На баннере был верным Значит я целую неделю Где-то пропадал Ни хера Ни хера меня втянули На неделю Это как знаете Поехал этот Точнее полетел Куда-нибудь там на луну Да Прилетаешь обратно на землю Хопа ты уже дедушка Ну хренеть Так То есть Получается Какая картина Получается Когда я сиганул В речку За женой Типа Которая там топилась Или уже Была утоплена Не знаю Что из этого Лучше Что хуже Для нее Вот Но Когда я сиганул Я куда-то попал Да Проснулся На вот этой вот В этом лесу Возле этой бензоколонки Лесопилки И уже прошло то Сколько Неделя Почти Я искал телефон Чтобы позвать на помощь Так что пришлось Что-то там пришлось И не дочитал Почему так быстро Ищем телефон В гаражении Весь что творилось Похоже было Что его нарочно Разгромили Или здесь Прошла серьезная драка Могло быть И то и другое Короче Меня где-то Все это время Держали Продержали Нет Я напишу Я буду писать Там снаружи Только тьма За стенами дома За пределами истории Только тьма Я чувствую ее присутствие В темноте Вот и сейчас Я почувствовал Запах ее духов В комнате Я дотянусь до нее Я все исправлю Я ее верну История воплотится в жизнь Если я остановлюсь Она погибнет Поверить не могу Это же меня Несущего Какую-то чушь Показывали по телевизору Неужели я сходил с ума? Да Реально Это я был Я типа Говорил Что я должен Вернуть жену Иначе будет все потеряно И она умрет То есть Нам дали типа Понять что она жива Тогда пошли Не будем медлить Так Тут еще такой Магазинчик С памперсами Да Еще чем это Памперсы для водителей А нет Это Это печеньки Читать 68-й ежегодный день оленя С 15 по 18 сентября Игры и развлечения Лотереи Соревнования рыбаков Конкурс Пирогов И неожиданные состязания Живая музыка Да ты что Для детей Кривозубый Чарли Днем И невиданная Мистическая фигня Точнее Фантасмагория Монтгомери И вечером Не пропустите Легендарный парад На день оленя Конечно не пропустим Только Сперва давайте Я жену-то найду Чтобы ее с собой На парад взять Скажу Пойдем на парад Вставай Пойдем Ты на белом коне И я на белом коне Идем на парад Это мы читали Тут ничего нету А в этом же всем Наверное есть смысл Какой-то скрытый Да? День оленя Может это Дух оленя за нами тут Убивается Я бы такие очки хотел себе Но он не берет их Так а что у нас за стоечкой Может телефон Телефон Как же Надо же Управление шерифа Брайт Холлс Вот она Женщина шерифа Которой нам Говорили наши листы О, шериф Слава богу Шериф Сара Брейкер А вы? Я Алан Уэйк Послушайте Я попал в аварию Элис Моя жена Она исчезла Успокойтесь Мистер Уэйк Мы остановились в домике на острове На озере Колдрон На озере Колдрон нет острова Он исчез еще в 70-х После извержения Я могу показать Где это было Вы похоже Сильно ушибли голову С вами все в порядке Послушайте Мы скоро в этом разберемся Сойдитесь в машину Сейчас мы заедем на озеро А потом отправляемся в участок Понятно? Мистер Уэйк Мистер Уэйк Вы случайно не видели Стаки Хозяина этого места? Я понимал Что о случившемся со мной в лесу Рассказывать нельзя Она не поверила бы мне Значит мне не стало бы Помогать искать Элис Вот и что делать теперь? Печаль какая Короче шериф нас спасла Забрала отсюда С этого ужасного места Так А здесь же был остров, да? И его нет Я же прав Да, вот эта дорожка Этот мостик А тут был остров С нашей хижиной Мать его Куда все пропало? Я же... Это же не сон Да Вот, собственно, ребятки И конец первого эпизода Да Конец Эпизода 1 Вот такая печаль Нас ожидает В конце То есть мы как бы Выбираемся из этого безумия В котором мы оказались Приезжаем на тот остров Где якобы Должна быть наша жена Видимо утопленная Может и живая Хоть какую-то информацию Мы хотели узнать Но в итоге Оказалось, что острова там нет Как нету и хижины То есть куда мы попали Неизвестно Все очень как-то мрачно И запутано И нам предстоит в этом всем разбираться Что я могу сказать пока по этой игре По первому эпизоду Что, ну, в принципе, да Что-то в ней есть Она похожа на что-то такое мистическое На, скажем, игры типа Murder Soul Suspect Тот, кто вот играл Что-то такое вот есть Такая мистика Дух мистики, да Но тем не менее Это что-то такое В ней есть своя вот изюминка В ней есть что-то свое Что-то родное Например, те же темные Которых ты подсвечиваешь фонарем Чтобы они Избавились от темноты И их можно было расстрелять Чтобы темнота их не защищала Да, они немножко однообразные Эти персонажи Потому что постоянно Вы же видели На нас нападали одни и те же Ну, у них там Отличались только тем Что у них было Разное оружие Там серпы Секаторы Всякие палочки Дыбинки Вот Но, тем не менее Это было интересно Это было познавательно Сюжет в этой игре хороший Да Персонажи Со своими именами То есть Прописаны четко Характеры Показывается на протяжении сюжета Та же радиостанция С этим Спатом Или как его там звали Кому-му-пат Чувак, которого мы встретили На корабле Дедушку такого Мы еще с ним фоткались Вот, тоже он освещает Некоторые события В общем, игра живая Довольно интересная Поэтому будем следить За развитием сюжета дальше Это меня уже Можно сказать Заинтересовало Давайте пропустим Немножко песенку В предыдущих экзодах Алана Уэйка Я приехал в Брайтфолт Со своей женой Элис Спасибо, что приехал со мной Я подумала, что здесь Ты снова сможешь писать Не хочу ничего слушать Сейчас побери Элис А теперь она пропала Элис? Элис? Я очнулся за рулем Разбитой машины Незаметно промелькнула Целая неделя На меня набросились Какие-то темные существа Словно из кошмара Шериф отвезла меня На озеро Где мы с Элис Остановились Но наш дом Исчез Эпизод 2 Одержимые Нью-Йорк Три года назад Милая, я дома Сюда, дорогой Как добрался? Хуже погоды не припомнил Тебе надо выпить кофе И ты согреешься Включить кофеварку Для начала ее надо найти Хотя бы Послушай, красавчик Ночь будет длинной Но снимки выходят Просто отличные В таком случае Полагаю, тебе самой понадобится кофе Сейчас приготовлю Ну вот термос Очередной Это, так понимаю, мой рабочий кабинет Снимки с моим Фейсом Или это не я? А может и я Похож? Только там щетина Это наша еще Благополучная Живая женушка Элис Которая еще пока Не плавает На дне Несуществующего озера Так Интересные картины Все такое Ретро Здесь чего? А здесь у нас Ванная Да? Туалет Все довольно Уютно Душевая Короче, у Алана Лейка Есть все Поэтому Кто любит писать книжки Пишите Потому что вот Если хотите жить в таких квартирах Пишите бестселлеры, ребята Включить Радиола За непрекращающегося ледяного дождя И снегопада Во всех трех штатах Объявили штормовое предупреждение Население рекомендуется Не выходить на улицу Поскольку многие дороги уже закрыты И городские власти надеются Что снегоуборочные службы Оперативно справляются с непогодой Снежная буря продолжается уже третий день И улучшение погоды в ближайшее время не ждите Не предвидится Но я скажу По-своему Снежная буря Сейчас, видимо, зима Самый разгар Постель не разобрана Видимо, Элис недавно встала А что тут? Типа кладовка Но в ней ничего нет Видимо, они Недавно переехали сюда Потому что видно, что тут еще Не все обставлено В кладовке вообще обуви нету Никаких-нибудь вещей А вот, наверное, его кабинет Зато какая-то фотолаборатория Или хрен его знает Взять страницу рукописи Новая рукопись О, внезапная остановка Правду говорят Убивает не падение А внезапная остановка в конце Я лежал здесь, в снегу А в голове у меня раз за разом Повторялась жуткая уверенность Сцен, которые привели меня сюда Повтор моего личного кино С реальным убийством Память моего трупа Алан Уэйк, почти что Джон Уэйн Опять я играю словами Роковая женщина исчезла Остался только кислый привкус Поцелуя, который убил меня Интересно, о чем это он Типа пишет, что его как бы убило Кэту женщину Внезапная остановка 2 Это было запоздалое прощание Через 13 лет после того, как я отомстил Оно наконец настигло меня Воль пришлось терпеть долго Моя кровь окрасила снег Этакий зловещий коктейль С замороженным соком Растворила все Разбросанные болеутоляющие И лениво капало в сточную трубу Смешиваясь с желчью города Становясь с ней Одним целым Теперь я вижу их Мою жену и сына Милая, я дома Так, что тут? Три года назад В лучшие времена Уэйк вернулся домой В Нью-Йорк после командировки Понятно Это, короче, страница его романа Он что-то там пишет, что Вроде как Был на болеутоляющих И потом вернулся к жене и сыну Хороший расклад, типа Решил таки Стать нормальным членом общества И растить ребенка И алименты платить Поэтому завязал с болеутоляющими И Так, что-то написано Алан Вейк Return to Center What I Can't Forget Алекс Кейси The Things That I Want И The Fall of Кейси Короче, это его сборники Его романов Алана Вейка Статуэтка прикольная у него Ведь, видимо, какая-то награда Два пистолета В общем, это его кабинет Сто пудов Кабинет творческого человека А тут у нас А, может, это кабинет Элис Может, она, типа, занимается же фотками, да? Или чем она там занимается? Да, она же у нас фотограф Она же нас фоткала С дедом Туда, видимо, надо идти, чтобы включить кофе Или сюда надо идти, чтобы включить кофе Пойдемте теперь сюда Посмотрим наше жилище Да, вот они купили телевизор Не распаковывали еще ничего пока За окном метель Зато у них много книг Много вот книг на книжных полках Все почти забито Тут тоже книги Вот, видно, что живет писатель Так, кухня такая Довольно-таки Неплохая Тоже такие, смотрите, ретро Картины А вот и кофе Отлично, спасибо Если я хочу до завтра закончить Он мне понадобится Иди к Элис Пойдем О, я же только что закончила макеты и обложки Положила их на твой стол Ничего себе Не ожидал, что ты так быстро справишься Дорогой, иногда я могу творить любые чудеса Неужели? Прошлой ночью ты, кажется, об этом не сомневался Хм, какие намеки Это подает наша благоверная Так, пойдем посмотрим Макеты и обложки Что она там нам Намакетила Ээээ, осмотрите Выглядит просто отлично О, да, пока Барри не наложит на них лапу Но это только через мой труп Тогда был последний раз О, и говоря о Барри, он звонил Аллен! Аллен, проверь пробки, пожалуйста Да-да, сейчас, милая Пожалуйста, поспеши Конечно, у нас нас боится этого Боится темноты Боишься ли ты темноты? Милая, электричество нет, у меня есть фонарик Ладно Фонарик, фонарик Привет Ты в порядке? Извини, я просто Просто очень испугалась Не бойся Сейчас дожжем свечи Это глупо, я знаю, просто Особенно, когда неожиданно Понимаешь, это выбивает Меня из колеи Я люблю тебя Расскажи мне историю, писатель Ладно Когда я был маленьким, мне часто снились кошмары И я очень боялся темноты В конце концов, мама дала мне старый выключатель Она назвала его щелкунчиком Щелкунчиком? Да Когда мне становилось страшно в темноте, я нажимал кнопку и волшебный свет разгонял всех чудовищ Ну конечно Вот он Алан Может он и тебе пригодится Какая трогательная история, признавайся, ты ее только что выдумал Нет, нет, серьезно Я тебя люблю, хоть ты и врунишка Спасибо за подарок Лица до 18 лет, а отвернитесь от экранов Хотя можете уже поворачиваться Ничего такого там не было К сожалению Брайт Фоллс – настоящие дни Как самочувствие, мистер Уэйк? Чувствуете тошноту? Потерю ориентации и что-нибудь в этом роде? Мистер Уэйк? Как вы себя чувствуете? Хорошо Голова в порядке Мне пришлось солгать о головной боли и потере памяти Он отправил меня в больницу на обследование Я не могу ехать без Элис Прекрасно Сотрясение не похоже, но вы явно пережили шок Вам следует отдохнуть пару дней Спасибо Что ж, мистер Уэйк, вот и все Если боль усилится или почувствуете еще какие-то симптомы, милости прошу ко мне Можете возвращаться к своим делам Сара, шериф Брейкер ждет вас Она отличный специалист Не сомневаюсь, что она быстро отыщет вашу жену Доктор Нельсон был типичным провинциальным доктором Шериф Брейкер вызвала его в управление смотреть мою голову Естественно, она думает, что я чокнутый Все думают, что я чокнутый Наверное, даже зрители уже думают, что я тут чокнулся Поэтому, чтобы не чокнуться еще больше, мы будем закругляться сегодня уже На сегодня, как говорится, все Поэтому у нас под видео ссылка на канал, плейлист, твиттер Все подписываемся, ставим лайки Увидимся уже в следующей серии С вами был Морган Надеюсь, вам понравилось, как и мне До новых встреч Пока, пока, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok